всем привет мои хорошие рады приветствовать каждого на моем канале по идее сегодня мороженое снимать я не собиралась, но я нашла магнум в таком интересном цвете. Я решила все-таки снять попробовать. Вообще изначально просто хотела попробовать, а потом подумала а что же не снять мукбанг? Хочу пробовать одно это непонятно какой сладкий новые вкусы нашла как я могла пройти мимо ну блин по мне слишком сладко такой не советую разве что для сладкоежек у меня например парень обожает сладкое просто может два сникерса за раз съесть мой парень говорит, его отец всегда рукается что вы не едите фрукты а я наоборот обожаю фрукты особенно из холодильника холодные фрукты хотелось бы зачитать вопрос от подписчицы огромный привет Антонина Антонина тебе огромный привет смотрю на тебя Ика достаточно давно и на всех блогеров в частности все занимаются каким-либо бизнесом кто-то открывает интернет-магазины а кто-то реальные магазины почему ты не занимаешься никаким видом бизнеса и было ли у тебя такое на самом деле я занималась бизнесом я была тот еще бизнесмен когда училась в универе на первом курсе что я делала покупала бижутерию с Алиэкспресс открыла свой магазин так скажем в инстаграме вы знаете у нас такая система то есть на почте за посылку где указана бесплатная доставка все равно берут деньги за небольшую где-то доллар когда посылка побольше еще больше доллара есть например ты хочешь заказать у одного продавца только одни сережки потому что если ты закажешь у другого продавца получится что две посылки и за каждую тебе нужно заплатить по доллару это очень неудобно и вы знаете именно из-за этого я не заказываю с Алиэкспресс со всех сайтов которые доставляют почты во-первых почта очень безответственно относится к вашим посылкам во-вторых если есть такая возможность они пытаются вас обмануть работники почты у нас в Азербайджане это всегда так куда хочешь жалуйся никакой управы на них нету поэтому я теперь пользуюсь транспортными компаниями пусть это дороже но у меня голова не болит прям реально у меня доставка до дома прям не то что ты идешь на почту ждешь время когда у них там не обед а до обеда за 15 минут они уже закрываются в общем люди чтобы не сталкиваться со всеми этими проблемами например человеку нужны одни сережки всего с Алиэкспресс платить за сережки например доллар еще за доставку доллара это как-то накладно получается правильно тем более в то время многие не знали про Алиэкспресс я просто в инстаграме продавала бижутерию была бесплатная доставка просто от суммы там не помню 10 монат по-моему 450 рублей и вот тогда я поняла что оказывается бизнес это очень прибыльная штука просто несмотря на то что у меня не такая уж и большая была аудитория люди покупали я клала подарочек в каждый заказ в общем старалась как-то угодить потом уже потихоньку все узнали про сайт Алиэкспресс многие начали заказывать напрямую я помню в один день у меня был заказ бижутерия почти на 100 долларов я была такая радостная но это все развивалось и шло только летом то есть зимой бижутерия продавалась очень плохо потому что под одеждой многим было пофиг что у них там в месяц где-то минимум 600 манат я зарабатывала и вот как раз таки летом когда не было универа мне очень удобно было заниматься этим пару там моделей отправила блогерам ну таким знаете мелким блогерам тогда таки я узнала сколько стоит реклама у блогеров эффективна она неэффективна у блогеров реклама стоит столько я старалась брать маленьких блогеров у кого там на каждой фотке по 1000 лайков помогала правда не сразу заказы появлялись но люди на меня подписывались у меня появлялась аудитория которая уже следила за страницей если что-то понравится из новых товаров заказывали например мне пришла посылка с алиэкспресс огромная с бижутерией все фотографии я сразу не выкладывала чтобы не спамить то есть каждый день у меня было 2-3 новые модели сережек или цепочек ну в общем да бижутерия было такое ощущение что каждый день поступают новые какие-то вещи работа была достаточно трудоемкая хотя казалось а что здесь такого но мне все это было настолько в кайф ребят я зарабатывала свои деньги работала на себя например кто-то у тебя что-то купил еще сарафанное радио этот Амур рассказал тот этому я хотела максимально пропиариться и очень много у блогеров купить рекламу ну как я хотела я хотела на бартерной основе подарить им изделия они меня отметят в истории сейчас вспомнила ситуацию в тиктоке я видела видео мастер ногтевого сервиса рассказывает о ситуации которая произошла с блогером и она говорит девочкам пришла ко мне на маникюр она была блогером и каждый раз приходила ко мне и что-то у нее не было возможности но она хотела сделать себе дизайн дизайн который она хотела стоил 300 рублей и она говорит попросила она у меня скидку то есть бесплатно сделать ей дизайн я согласилась говорит но я надеялась что она меня отметит в истории мне так смешно стало неужели ты думаешь блогер у которого 80 тысяч подписчиков если это действительно реальные подписчики неужели у него реклама стоит 300 рублей и все эти моменты нужно обговаривать заранее ну вот как раз таки в тот момент я не очень разбиралась во всем этом я думала вот отправлю любому блогеру свою бижутерию она с радостью меня отметит в истории а оказалось все не так то есть я была как дурочка уверена что свою бижутерию с алиэкспресс я могу отправить любому блогеру и этот блогер меня отметит вы знаете вот это мороженое мне совершенно не понравилось лучше классический все покатилось ну в общем когда я начала свой бизнес я столкнулась с этими трудностями но хочу вам сказать так если у вас есть желание сложнее всего начать то есть первые месяцы работы а дальше понакатанные сейчас я уже не хочу заниматься бизнесом по крайней мере пока что у меня точно нету времени сил для какого-либо бизнеса поэтому таких планов к сожалению у меня пока что нету почему я перестала заниматься бижутерии могу вам тоже рассказать у меня появилось новое увлечение я просто допустила ошибку надо было зимой продавать какие-то шапки перчатки носки менять сразу ассортимент товара потому что бижутерия зимой очень плохо идет не знаю как у всех у меня так на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца если вам не жалко то поставьте лайк и подпишитесь всех люблю пока